Здравствуйте! Эфир радиостанции «Московская правда», программа «Найди себя» и я ведущая Мария Баранова. Американская писательница Агата Кристи говорила, что жизнь во время путешествий – это мечта в чистом виде. И с этим высказыванием сложно спорить. Ведь если путешествие не влияет на длину нашей жизни, оно точно влияет на ее ширину и глубину. Нашему сегодняшнему гостю еще лет 10 назад завидовал, наверное, половину населения нашей страны, потому что путешествия были его работой. Сейчас он не только продолжает исследовать этот мир, но и делится этой возможностью с другими людьми, помогая им самим вписывать яркие страницы в свои биографии. У нас в студии Михаил Кожихов. Здравствуйте! Известный журналист, путешественник и президент клуба путешествий. Здравствуйте, Михаил! Очень рада видеть вас у нас в студии. О многом хочется с вами поговорить, но раз уж речь зашла про путешествия, это то, что сейчас является центральным в вашей жизни, скажите, помните ли вы свое первое путешествие, с которого вам захотелось исследовать мир таким образом? Ну, первую более-менее дальнюю поездку я помню, но я не уверен, что... Мне тогда было мало лет, там, семь, я не уверен, что, там, оказавшись с бабушкой у ее родственников в Казахстане, там, посреди стадок коров, которые бежали на меня, мне было страшно, вот, что я там-то и подумал, ага, я хочу путешествовать. Нет, это было как-то по-другому. Я сначала апеллировал к Павлову, который обнаружил исследовательский рефлекс у всех живых существ, это то, что заставляет котенка играть с бантиком, а рыбу бросаться на блесну. А сейчас, вот, якобы, эти биологи, которые расшифровывают геном человека, они будто бы выяснили, что есть ген путешествий. Он присутствует примерно у 20% людей, не всегда проявляется, и что будто бы предки вот этих 20% и были теми, значит, еще не очень прямоходящими, которые подбивали своих соплеменников перемахнуть через хребет, что, может быть, там вкуснее корешки и сытнее мамонты. Видимо, просто есть какая-то предрасположенность. Предрасположенность. Но при этом вы начинали свой профессиональный путь не в сфере путешествий. У вас очень яркая была журналистская карьера. Сначала в качестве журналиста-международника, потом как телеведущего. А в какой момент и почему вы решили стать в том числе предпринимателем и основать свою компанию, занимающуюся яркими приключениями? Ну, надо сказать, что мне довольно давно стало понятно, что я, к сожалению, не отношусь вот к той узкой прослойке людей, предрасположенных к предпринимательству. Это никак обо мне не говорит, ни хорошо, ни плохо. Но вот я не отношусь, их там говорят в районе 10% в любом обществе. Но мысль о том, что нужно помочь людям научить их искусству путешествий, она, конечно, у меня давно присутствовала. А потом возник человек из Фейсбука, который пришел и сказал, «А давайте, Михаил, мы сделаем такой вот клуб путешествий туроператора». Ну и как-то потихонечку, точно не понимая, как все это должно быть поначалу, мы к этому начали путь. Ну, ваш клуб путешествий, он действительно очень сильно выделяется на рынке, потому что вы предлагаете не туры, а действительно путешествия. У вас нет гидов, зато есть души компаний. В общем, даже сами маршруты вы называете этнодайвингом. А вот какое оно правильное путешествие по-кошевски? Ну, вот, там, конечно, в общих чертах, это диетический вариант моей программы. Диетический, потому что, ну, в действительности, когда мы снимали ее, это была черная пахота. Ну, может, это легче, чем там уголь рубить в шахте, но это тяжелая очень работа. И там меня спрашивают, а вот где ваши рубашки, там, национальные, в которых вы снимались? Да нигде, в мусорной корзине, потому что за две недели съемок при 40-градусной жаре от грязи, пота они превращались в лохмоти и просто выбрасывались. Ну, и потом эмоциональное истощение очень большое. Поэтому, а когда человек едет в отпуск, там, раз или два в году, а именно, в общем, это наш путешественник, не тот, который говорит, там, хочу на частном самолете арендовать остров, а вот, ну, обычный человек, который может себе позволить небольшие поездки в одну или две. Вот, он, ему нужно устроить праздник. Ему его не надо заставлять так же работать, как работал я. Есть, как минимум, два элемента, которые помогают понять, где ты находишься. И эти два элемента обязательно присутствуют в каждом из наших маршрутов. Это, во-первых, знакомство. Ты должен, вернувшись домой, оставить в блокноте и памяти имя какого-то человека. Может быть, ты с ними пока не встретишься больше. Но ты всегда будешь помнить того мужика, вот, на дороге, который, там, что-то такое с тобой, вот, произошло. У кого-то, вот, выпил кофе или который, там, показал свои, как он что-то делает, вышивает, пилит, режет или, там, собирает. Ну, ты с ним позвонил. Вот у меня такой, я за большим перерывом вернулся в Новую Зеландию. Ну, с перерывом, наверное, лет, может, в десять. И просто как брата обнял мужика Джейсона. Он маори, то есть, представители, ну, тоже они не коренные, потому что они пришли на Новую Зеландию, ну, задолго до белых. Они живут в такой, в деревушке, ну, как бы, маорийской, национальной, которая до обеда, там, маори, после обеда туристов туда не пускают. Они снимают набедренные повязки и надевают обычную одежду. Ну, все-таки, 21 век и Новая Зеландия такая страна, довольно продвинутая в смысле уровня жизни. Ну, он, тем не менее, во-первых, он шаман, во-вторых, он делает музыкальные инструменты, которые имитируют звуки ветра и звуки природы. И вот мы с Джейсоном идем в какое-то место, которое он считает местом силы своих предков. И он вот что-то дудит в эти раковины, и ты просто сидишь. И от него такой свет и такое добро распространяется, что ты как-то вот в это во все очень втягиваешься. И я точно вот, я не знаю, поду ли я в эту Новую Зеландию, куда не доехать, не доплыть, не долететь. Но мне приятно вот считать этого Джейсона своим там товарищем, знакомым. Вот, и так знакомство. И второе, это новый какой-то личный опыт. Там вот, условно говоря, некоторые из ведущих радио «Московская правда», которые были на Крузенштерне, там знают, что в нормальной человеческой жизни не надо будет лезть на высоту там... 50 метров, как это делают те, кто с нами ходит на Крузенштерн. Но этот новый опыт, это может быть все, что угодно. Там сесть к кончарному кругу в первый раз. Или там свернуть в джунгли, где живут майя, и с ними там сделать жевательную резинку, которую у них когда-то украли. Ну, не украли, а позаимствовали белые. Они их до сих пор из какого-то сока там гивеи варят. Она не пахнет арбузом, она белая. Ну, это такая традиционная история. Вот, мне кажется, что такой личный опыт, он расширяет представление человека не только о том, как устроен мир, но и о том, какой он сам. Вот поэтому вот эти два момента, мне кажется, они очень важны. А как вы находите общий язык с местными жителями? Я думаю, что человек, который с улыбкой смотрит вокруг себя, он легко находит язык со всеми. Потому что, ну, когда ты приезжаешь в страну, ты должен понимать, что тебя никто не звал. Ты сам туда поехал, и ты в гостях. И надо себя вести так, как мама тебе объясняла, как надо себя вести в гостях. Вот примерно такая история. Я не знаю, как я нахожу. Это будем считать одним из немногих моих талантов. Михаил, вот вы очень много же общаетесь с людьми, причем по всему миру. Вот были ли за эти годы какие-то открытия в себе и в людях? Что-то такое, что вас бы действительно удивило? Да, наверное, было очень много такого. Было очень много. Очень много. А я имею в виду не в конкретных людях, а какие-то, ну, условно, универсальные человеческие качества, которые встречались в разных странах и которые удивляли. Ну, самое удивительное для меня это то, что в каждом человеке присутствует бог и черт. И в разных ситуациях они проявляются по очереди или не по очереди у некоторых. Вот это самое удивительное для меня, что нет абсолютно плохих, за исключением одного, нет двух. Ну, или трех, которых я знаю. А все остальное это, я очень, мне нравится выражение Гейна, который сказал, каждый человек вселенная, под каждым могильным камнем лежит всемирная история. Скажите, а вот из мест, где вы бывали, могли бы вы для себя какие-то места назвать местами силы? Ну, для меня это, как ни удивительно, Крузенштерн, кроме всего прочего. Это вообще какая-то странная история. Мы регулярно предлагаем нашим путешественникам поездки на Крузенштерне. В этом году я уже сходил только сейчас в мае, и будет еще два отрезка. Один будет с Алексом Дубасом в августе, из Клайпеды до Ростока. Причем это участок регаты. Там небольшой очень, чуть больше недели, по-моему, 8 дней в море, и всего 300 морских миль. Но это регата. То есть, они будут идти на парусах жестко. То есть, можно еще и соревнования поучаствовать. А второй отрезок, тоже очень интересный. Он будет включать парад парусов в Бресте о французском. Это невероятно. Я видел его однажды. Это очень красивое зрелище. Тысячи парусников, больших и маленьких. И великий Крузенштерн во главе всего этого прекрасного действия. Туда у нас идет душой компании Сергей Цыгаль. Как-то кто-то из тех, кто ходил со мной на Крузенштерн, он рассуждал при мне, что вроде не поймешь что. Вроде вот так, если разобраться, ничего особенного. Ну, корабль. Ну, люди. Ну, море. Но не ну. Вот что-то действительно есть какой-то вирус Крузенштерна. Крузенштерна, когда ты просто возвращаешься другим человеком. Просто возвращаешься другим человеком. Я вот как-то одну из групп фотографировал. Ну, я как-то, ну, там, в парусных авровах не участвовал. Я все-таки там... По статусу, может, себе позволить внизу остаться. Я делал портреты их. У меня все счастливые лица. Ни одного там. Просто вот какое-то счастье от всех людей. Какая-то там, конечно, есть какое-то волшебство. Вот. И я туда возвращаюсь. Я уже четыре раза. Я уже там, конечно, со всеми... Ну, там, многих из них считаю из команды своими товарищами. И я такой уже ветеран. Заправский морской волк. Ну, это я не знаю. Потому что я по-прежнему многое не понимаю из того, что происходит на парусном аврале. Вот. Но я там подзаряжаюсь, да. Я там подзаряжаюсь. Это для меня место силы. А что вы испытываете, когда паруса Крузенштерна шумят над вашей головой? Испытываю щенячий восторг и счастье. Ух, послушала вас снова. Захотелось подвести волшебные паруса. Михаил, вы ведь по воде не только ходите под парусами, но также еще сплавляетесь. У вас за плечами огромный опыт спортивных сплавов. Но при этом сплавы – это очень опасный вид спорта, связанный с серьезными рисками. Вот риск для вас – это про что? Это про адреналин или про некое такое сознательное преодоление, про осознанную борьбу со страхом? Нет. На самом деле, он действительно – это спорт высокого риска. Но я в последнее время обратил внимание, что я перестал испытывать этот вброс адреналина перед прохождением препятствия. Я стал относиться к этому очень холодно. Потому что это очень техничный вид спорта. И, собственно, подъем по категориям рек, там шесть категорий, от Москва реки, которая единичка, до шестой категории сложности, которая считается рекой особо опасной для жизни. Смысл в последовательном продвижении по этим ступенькам заключается в том, что ты учишься понимать, что будет происходить с судном в препятствии. Это не значит, что ты это знаешь лучше всех, что Господь – Бог. Все-таки это стихия, природа. Но, тем не менее, с опытом ты понимаешь, что может произойти. И когда я стою перед порогом и понимаю, что вероятность прохождения 50 на 50, и из него плохой выход, ну, то есть, в случае переворота, веркиля, там дальше какие-нибудь камни безумные, и есть опасность травмы или гибели, я просто не пойду. Я просто обнесу по берегу. Если я вижу, что вероятность прохождения выше, и она требует вот таких и таких и таких действий, и там при организации страховки, в общем, ничего там особенно сложного нет. Ну, и тогда чего волноваться, это просто вопрос техники. А когда-то, ну да, вот там со мной молодежь ходит, которая у них прям вот видно, как адреналин кипит в жилах, или в чем он там должен кипеть. Ну, вы же очень много лет были адмиралом в своей команде, и только, насколько я знаю, совсем недавно передали эту должность, статус своему сыну. А вот каково это ходить в одной команде, в одном экипаже со своим сыном, вот на таких сплавах? А, во-первых, в разных экипажах, а во-вторых, я его начал брать с шести лет, и как-то мы уже... Теперь привычно. Да, настолько уже как-то сладились в тайге, и мне, в общем, повезло, я не видел еще человека, который бы столько пахал в лесу, как он. Поэтому я... Вот если ставить там галочки, но я тому немного мучил, я научился сам в тайге, я его научил тоже. Поэтому и он, в общем, справляется с этим не хуже меня. А мне нравится еще, как звучит, это тоже флотская традиция, я узнал на Крузенштерне, есть, бывает капитан, а бывает капитан-наставник. Вот в спортивном сплаве руководителя группы традиционно называют адмирал, а я теперь адмирал-наставник. Это меня повышает в собственных глазах. То есть вроде бы как делать можно меньше, но при этом статус выше. Да, да, да. Вы действительно в тайге не пропадете, и, насколько я знаю, вы не только серьезно занимаетесь сплавами, но еще вы азартный рыбак. Так ли это? Ну, не такой азартный. Я видал и поазартнее. Но на сплаве, да, я ловлю, это правда. Единственное, я испорчен ненаселенкой. Ну, вот мы же все-таки сплавляемся в ненаселенных каких-то районах горных. И я там с удовольствием ловлю. А вот ловить где-нибудь в Подмосковье, чтобы трактор там напротив деревьев, вот такой мне не нравится. Даже если там ловится что-то, кит на удочку, мне нужно сочетание, чтобы людей не было, чтобы горы были, чтобы рыба хорошая. А почему тогда... Такой кавержный вопрос. Почему тогда в вашем клубе нет ни одного рыболовного тура? Ну, во-первых, мы вообще не используем слово «тур» и «турист». Ни одного рыболовного маршрута, путешествия. Мы пытались, вот пока мы искали свою нишу, мы пытались забираться в чужие. Там в яхтенные какие-то. Вот не на больших, не на Крузенштерне, а на яхтах. Там еще какие-то. Но поняли, что это неправильно. Потому что человек, который хочет ловить рыбу, он и пойдет туда, вот к людям, которые специализируются на этом. Кто любит дайвинг, он найдет какую-нибудь дайвинговую школу и поедет с ними. Поэтому мы стараемся делать такие универсальные какие-то поездки, не требующие ни специальных навыков, ни какой-то выдающейся физической подготовки. А я думала, что вы просто решили оставить этот лакомый кусочек исключительно для себя. Ну, я на сплав не готов брать незнакомых людей. Не готов. Да, это отпуск. Михаил, а вы чувствуете себя счастливым? Нет. Нет. Почему? Чего не хватает для счастья? Да, так. Значит, вот как раз вчера, вчера наша душа компания, мы так называем лидеров наших групп, путешествующих, средних разные люди, как правило, очень хорошие, наполненные. Ну, это там, не знаю, Андрей Бельжо, карикатурист, психиатр, там Сергей Цыгаль, кулинар, балагур, бонвиван, художник. Женя Любич прекрасная. Женя Любич прекрасная, да. Ну, и там Миша Козырев, который музыкальный гуру. И есть Алекс Дубас. Вот он как раз на днях представил свою новую книгу, она называется «Моменты счастья», где около тысячи людей рассказывают о том, когда они были счастливы. И я тоже вот слушал это все и тоже вспоминал моменты, когда я был счастлив. Это не, во-первых, это не может длиться долго. Это какие-то секунды, минуты, в лучшем случае, ну, часы у самых счастливых. Это не может быть, ну... То есть счастье как вспышки, скорее? Конечно. Это не может быть состоянием таким постоянным. Постоянным может быть некое ощущение гармонии с собой, во-первых, и с миром, во-вторых. Но это мне тоже не дано. А счастье это, да, это вот... Это что-то... Какая-то единица измерения, с помощью которой ты можешь определять длину прожитой жизни. Вы о каком сказал? Вот. Одним из рецептов счастья, таким распространенным достаточно, является... Ну, так, рекомендация быть собой, там, быть настоящим. Только вот никто не говорит о том, что такое быть настоящим. Вот для вас эта настоящесть, она в чем? В искренности, в естественности. Не знаю, в чем еще. Ну, без чего, другому-то спрошу, без чего Михаил Кожихов не был бы собой? Без семьи, в которой я вырос, без прочитанных книжек, без каких-то пережитых, ярких и острых, в том числе и горьких вещей, без безответной любви, и наоборот, без любви, значит, счастливой. Мы такое сложно сочиненная конструкция, такая мозаика, в которой, ну, сотни всяких элементиков. Ну, я вот... А короткий ответ, без усов. А есть ли в вашей жизненной системе координат какие-то принципы, которым вы следуете, независимо от обстоятельств? Ну, есть, конечно. Несмотря на то, что я безбожник, я в какой-то момент обнаружил, что я принимаю систему ценностей, вот, по которой живет мир последние две тысячи лет, и, ну, стараюсь, стараюсь следовать заповедям. Ну, меня интересует, конечно, нравственная составляющая, а не религиозная. Ну, и у меня, безусловно, есть принципы в профессии, потому что, когда ты болтаешь языком всю жизнь и больше ничего делать не умеешь, то тебе нужны некие точки опоры для того, чтобы не свалиться, для того, чтобы потом в Фейсбуке не опубликовали твое же выступление двухлетней давности, где ты говоришь нечто совершенно противоположное тому, что ты сегодня говоришь в вечернем ток-шоу. Ну, это такое, скорее, я думаю, что более, там, разговор об этих принципах может быть интересен профессиональному сообществу, вряд ли, вряд ли это затронет сердца широкого слушателя. Ну, а если мы говорили про то, что затронет сердца широкого слушателя, тогда скажите, на ваш взгляд, человек велик или человек песчинка? И то, и другое, и то, и другое. Ну, в общем, надо, надо, я Горького очень люблю, и кто не читал поэму Горького Человека, это нужно сделать, конечно, обязательно. А еще лучше выучить фрагмент, хотя бы пару абзацев наизусть, потому что это очень хорошая литература, и, ну, в том случае, конечно, если она будет созвучна. Если она отзывается. Если она отзывается, да. В общем, Горьковское понимание человека как вершину, как венец мироздания, она, соответственно, примерно и мы ему понимаем. А может быть, для тех, кто не очень знаком, вы резюмируете хотя бы кратко? В чем она? Не, ну, Горький это сделал талантливее, а вот если сейчас я поймался на том, что я, наверное, собьюсь, если начну декламировать. Ну, там она заканчивается таким призывом, так шествует свободный человек, все выше, все вперед и выше. Ну, это такая сложная история. Это в том, что ты вселенная, которая должна стремиться к совершенству. Раз уж мы ушли в плоскость фасовских вопросов, а как вы понимаете свободу? Я ее не понимаю. Но вы к ней стремитесь? Или, может быть, имеете? я, пожалуй, я, пожалуй, что это, если общение с людьми вы отнесли к моим достоинствам, то, видимо, такой явный недостаток для, там, продвижения по карьерной лестнице, я свободный человек. Да, я хочу быть абсолютно свободен в зоне своей ответственности. То есть, вот на том участке, на котором я отвечаю, я прошу мне не давать советов, указаний. Если я взялся сделать это, я постараюсь сделать хорошо. Не факт, что получится, но мне не нужны советчики. Вам советчики не нужны, зато к вам точно можно обратиться, если не за советом, то за рекомендацией. Нет, не нужно, потому что я ничего не знаю, ни в чем не разбираюсь, никакую психофилософию я не изобрел. Я просто журналист. Но вы не просто журналист, вы еще известный путешественник и журналист, который путешествует. Поэтому, уже, к сожалению, под занавес хотел бы задать вам вопрос, который, наверняка, волнует многих. Вы сегодня уже говорили про то, на чем вы делаете акценты в путешествиях, у вас в клубе. Могли бы дать какие-нибудь рекомендации, как перевести из отпуска максимальное количество впечатлений? Значит, для людей, которые лежат на пляже, рекомендация перестать это немедленно делать, потому что это худший способ истратить свои деньги. Вот просто приечь или лечь, и пить пиво в течение недели или двух. Для людей, которые встали и самостоятельно путешествуют, а скорее преодолевать этот период роста подросткового, в смысле путешественнического возраста, потому что есть такая иллюзия, что какие-то там жирные турагентства на тебе наживаются, значит, а я все сам сумею сделать, и это все фигня полная, потому что сейчас рынок такой конкурентный, что никто уже ни на ком не наживаются, я не знаю, когда-либо это было, я это во всяком случае не застал, но то, что вы теряете, отправляясь самостоятельно, по сравнению с тем, когда вы отправляетесь в путешествие с правильным сталкером, но это стоит дорогого. У нас был смешной случай, когда человек говорил, ну что, я пойду в Бильжос, в Венецию, в Венецию, я был там пять раз, ну чего, я там буду делать? Он вернулся и сказал, да, я скоплю на квартиру в Венеции, я не подозревал, я пять раз был в другом городе. Вот, поэтому нужно путешествовать с правильным партнером, обязательно с нами, есть и другие хорошие ребята, которые по-честному стараются и делают максимально возможное для того, что путешествие стало праздником. В этом смысл. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас сегодня в студии был Михаил Кожухов. Не жалейте на себя время, тщательно выбирайте эмоции, которые вы себе дарите и наполняйте свою жизнь яркими событиями. Спасибо. С вами была Мария Баранова, программа «Найди себя», радиостанция «Московская правда». Редактор субтитров «Московская правда» в «Московская правда» субтитров «Московская правда»